Всем привет! Добро пожаловать в Аленка Блог. Сегодняшнее видео будет о пустых баночках. Накопилось много и сил нет вообще уже их держать, поэтому я вам рассказываю. Сразу хочу сказать, какие-то из них мне совершенно не понравились, а какие-то уже есть им замена и стоят они уже у меня в ванной и активно пользуюсь. Давайте начну, наверное, по этапам очищения. Что у меня закончилось для очищения моего лица? У меня закончилась вот такая пенка-мусс от марки Овен. Я ее очень обожаю, очень-очень-очень ее люблю. Я уже, наверное, раза три ее покупала и, наверное, куплю еще. Она прекрасная, восхитительная. Вот такая штучка с помпой. Нажимаете на помпу. Помпа вам выдает такой щедрый шарик мусса. И он такой, знаете, он нежный. Он такой практически без запаха. Ну, я получаю удовольствие, когда умываю с ней свое лицо. Очень классная, очень классная. Конечно, если у вас много макияжа на лице, она не справится. Вам придется еще мицеллярной водой смывать, может быть, каким-то гидрофильным маслом. Но как утреннее очищение без макияжа, да, когда вы только проснулись. Как такое легкое очищение, когда вы практически не накрашены. Она просто потрясающая. Очень классная. Буду класть сюда. Что, о чем уже рассказал. Следующее. Это Clarence. Clarence или Clarence, как правильно говорить. Это Gentle Forming Cleanse with Shea Bata. В общем, нежное очищение с маслом Shea для sensitive и сухой кожи. Для очистительной и сухой кожи. Вот такая штука. Что хочу вам сказать. Я ее купила летом, и летом она мне вообще не понравилась. Мне не понравился ни запах, мне не понравился ее вот эта вот такая кремовость. Мне показалось, она такая тяжеловатая. Но я... Сейчас у нас зима, и я ее закончила просто с великим удовольствием. Мне очень понравилось, как она справляется со своей задачей, очищением. Очень хорошая. Делают кожу такой гладкой, нежной. После нее кожа не стянута. Хорошее, хорошее средство. Наверное, я куплю еще, ну, может быть, в следующем году. Может быть, не знаю. Сейчас уже у нас зима заканчивается, и опять становится тепло. Поэтому, наверное, да. На лето бы я ее не рекомендовала, но вот для зимы она очень хорошо подходит. А дальше у меня закончился вот это вот, моя прелесть. Drunk Elephant. Drunk Elephant вообще сейчас моя самая любимая уходовая марка. Мне она нравится. Мне она подходит. Она, как заявляет производитель, подходит всем типам кожи. Ну, я не верю в это. Я думаю, что все нужно пробовать, все нужно тестировать на себе. Поэтому не надо тоже доверять вот мне сейчас, моему мнению, идти и покупать то же самое. Вполне вероятно, что вам не подойдет. Но я в восторге. Я в восторге. У меня кожа чувствительная зимой. Зимой у меня появляются шелушения, вокруг рта появляются шелушения. А летом она, наоборот, жирная. Ну, вследствие еще того климата, в котором мы живем. У нас очень жарко, влажно, душно, солнечно. В общем, все, весь набор. И кожа, конечно, жирная. Мне подходит эта марка. Как зимой, так и летом я в восторге. Это клинсер, ну, умывание. Такой гель. Гель-желе. Вот так вот он выглядит. Я с удовольствием его закончила и куплю еще. Куплю еще. Он не очень дешевый. Поэтому, как бы, я не могу пойти в аптеку и купить вот как Олен, например. Потому что это, конечно, намного дешевле. Это не такое дешевое средство. Но оно, конечно, очень приятное, очень здорово им пользоваться. Мне нравится. Следующее, что у меня закончилось, это Кейт Саммервилл. Экс Фоли Кейт Клинса. Это вообще Кейт Саммервилл. Это девушка-дерматолог. Она свою линию создала. Вот эту Кейт Саммервилл. Уходовых средств. Очищение. У нее сыворотки. Я пробовала у нее только вот эти вот ее хиты. Экс Фоли Кейт. Вот этот у меня более мягкий, щадящий, скажем так. Им можно умываться каждый день. А есть еще такой же в белом тюбике, которым нужно умываться два раза в неделю. И вот этот в белом тюбике мне очень нравится. Два раза в неделю ему умываться. Просто восторг. У меня было несколько пробников. Даже его я бы купила, да. Эти средства работают как пилинг. Они просто отшелушивают вашу кожу, мертвые клетки. Что? Что нам еще нужно? Вот такое средство классное. Классное, очень классное средство. Я им умывалась или утром, или вечером. В зависимости от настроения, да. Специфично пахнет. Здесь тыква. И поэтому оно пахнет немножко так тыквой. Я небольшой поклонник тыквы. Вообще и в еде, и в запахе тоже. Вы ее наносите, массирующими движениями наносите на свое лицо. Чуть-чуть оставляете. А это не печет. А вот которая более жесткая, которую нужно использовать один или два раза в неделю, она прямо начинает даже печь ваше лицо. Но зато потом эффект, как знаете, от вот этих вот кислотных дисков, когда вы протираете. Вот тот же самый эффект. Если вы не хотите диски, купите вот эту Exfolicate. Это кайф. Это потрясающе. Дальше у меня был вот такой вот, у меня был набор Tarte Rainforest of the Sea. Там было несколько средств. И вот среди них был вот этот вот Deep Dive Cleansing Gel. Ну, гель для умывания. Ну, мне вообще не понравилось. Мне, ну, категории, ну, не знаю, не моя тема, неприятный, такой какой-то липковатый. Конечно, ну, что судить по такому маленькому количеству. Ну, все равно раза три-четыре я ему мылась. И не, не очень, скажем так, не очень. Дальше тоники. Ну, сначала давайте мицеллярная вода. Вот у меня такая вода, она наконец закончилась. La Roche Passage, французская аптечная марка. Какие-то, какие-то средства у них я очень люблю. Но вот мицеллярная вода мне не понравилась. Почему? Потому что она пахнет невкусно. Она классная, она снимает хорошо макияж, загрязнение и так далее. Как бы со своими основными задачами она справляется. Но она пахнет. Она пахнет прям вот... Фу. Вот я прям... Знаете, я ее вот даже думала выбросить. Потом думала, ну, ладно, закончу, чего ж уж. Вот закончила, все, купила сейчас себе на ее смену овеновскую опять. Дальше у меня будут два тоника. Вот этот вот тоник от марки Охи корейская. Я, вы помните, да, я летом, у меня была вся серия, вся линейка вот этого вот... Это Miracle Aqua у них называется линейка. Это вот такая четырехступенчатая программа по очищению вашего лица, по очищению, увлажнению и так далее. Корейский уход. Короче, у вас тоник, сыворотка, потом еще одно средство, потом крем и гель для глаз. Вот, обалденная вещь, я куплю себе на лето опять. Мне очень она понравилась. Очень легкая, здесь все содержит гиалуроновую кислоту, но в очень-очень ненежном маленьком количестве, поэтому... Поэтому, да, классно. Сияет кожа с ней, очень мягкая кожа, очень гладкая, но на лето. Вот я вам оставила тоник, просто чтобы показать. Остальное все я уже выкинула. Тоник у меня закончился последним. Очень хорошее средство, вот прям честно. А дальше давайте волосы... Нет, давайте дальше, наверное, все-таки средство для лица. Их достаточно много. У меня закончился вот этот вот Treatment Oil от Mellin & Goids. Ну, как бы такое оно лечебное масло, treatment, когда у вас там какая-то, ну, обветренное лицо, или какие-то покраснения, или еще что-то. Знаете, мне кажется, я его не в том климате пробовала. Потому что оно, мне кажется, было бы потрясающе. Вот зимой вы там погуляли где-то на холоде, у вас лицо такое сухое, и потом вот этот Treatment, да, он бы работал потрясающе. Но у нас никогда не бывает настолько холодно, и... Ну, как бы, не знаю, мне... Ну, на меня не произвел он такого впечатления, вот прям какого-то вау. Да, красивая упаковка. Я люблю Mellin & Goids, я люблю их... У меня есть их патч, не патч, а вот эти вот диски с гиалуроновой кислотой. У меня были их шампуни, у них обалденный дезодорант. Дезодорант, вот, девочки, увидите, берите сразу. А вот это, наверное, все-таки нет, не мое. Хорошая, здесь очень такой состав, очень много разных масел. Ну, не знаю, даже в какой-то момент у меня появилось от него очень сильное покраснение, то есть его нужно очень-очень дозированно и внимательно читать, что там внутри. А дальше у меня закончился... Вот, все пошло, моя любовь. Drunk Elephant Lala Retro, и я уже показывала, я купила новый. Вот такой это крем, вы так нажимаете. Сейчас покажу вам, что закончилось. А, вы даже не, не, вы не увидите, что он закончился. Тут все очень герметично упаковано. То есть, понимаете, я даже... Ну, это пусто, все, там ничего нет. Вот, Lala Retro взбитые сливки, крем, ну, он потрясающий. Он потрясающий, мне нравится, как он пахнет, мне нравится эффект, который он дает, как он смягчает мою кожу, как он... Ну, просто, он потрясающий, один из самых моих сейчас любимых кремов. Дальше у меня закончился также Addrunk Elephant. Летом я его купила, и пока не буду повторять, потому что сейчас все-таки у нас не лето, но летом, наверное, может быть, еще куплю. Это интенсивный увлажняющий гель. Вот так он выглядит, такой вот твист. Так нажимаете, и вот он у вас тут кончился. Жалко. Он абсолютно прозрачный, без запаха. Он идеально шел с моей вот этой вот сывороткой. Легкий с утра, ну, просто одно удовольствие. Для вечера он, конечно, слишком легкий. Вечером я покажу, что использовала. Я использовала или Lala Retro, или какое-то масло, или Шантекали у меня еще был крем. Вот такая штука. Летом классно, летом классно. Ну, не знаю, знаете, я на самом деле очень довольна на лето вот этой вот вещью, охи. И все эти четыре ступени очищения, умывания и ухода, мне они очень, конечно, близки. Сыворотка с витамином С, я тоже вам ее уже показывала. Это вот моя первая баночка. Вот у меня сейчас вторая. Сейчас я ее делаю через день. Я уже говорила, очень классная. Витамин С, ну, что я заметила? Лицо стало более ровное, лицо стало более какое-то, ну, не подтянутое. Не, он не дает эффект подтяжки, эффект лифтинга. Да, просто лицо какое-то больше здоровое, что ли, сияющее стало. То есть, ну, порой даже не хочется наносить на себя никакой тон, ничем замазывать, скажем так. Хорошая, хорошая вещь. Я его наношу два раза на жатие, на все лицо, на веки, на губы, на шею. И потом еще третий раз наношу вот на эту зону рук. Чтобы руки были всегда молодые. Потому что руки, это тоже очень важно. А дальше... А, тоник у меня еще вот такой есть. Я забыла вам сказать, он упал. У меня был вот такой тоник от Clorans с ромашкой. Я вообще очень люблю тоники от Clorans. У меня когда-то был давно этот тоник с ромашкой, когда еще в Москве мы жили. Но он классный. Я прямо его вот так делаю, такой сплэш на руки прям. И вот так вот орошаю свое лицо, подготавливаю к нанесению крема. Но очень люблю тоник с ромашкой от Clorans. Ну, куплю, наверное, опять. Хороший, хороший. А крем следующий, который у меня закончился, я вам его показывала. Это крем антистресс от Chantekai. Я показывала вам его, уже говорила, как он мне нравится. И да, он мне очень, очень нравится. Очень. Но, не знаю, 160 долларов он у нас стоит. Это австралийских долларов. Дорого. Но он стоит этих денег, честно говоря. А может, он дешевле стоит. Так, посмотрите, что-то я, может, загнула. Короче, это ароматерапия для вашего лица. Это крем антистресс. Вот так оно и есть. Он жирный. Он хорошо впитывается. В нем очень-очень много всего полезного. Экстракты цветов, растений. Он шикарно пахнет. Но, опять-таки, эффект ароматерапии здесь присутствует. Я его очень любила наносить на ночь. Это вот был такой мой ночной крем. Очень хороший. Если есть у вас возможность попробовать марку Chantekai, вот, мне кажется, начните вот с этого крема. Он довольно такой базовый. Его можно использовать как и под глаза, как крем для век. Поэтому, да, как бы считаю, два в одном у вас. А начался крем тоже La Roche Passaille. Вот такой вот. Это вообще обычный совершенно крем без запаха, без всего. Проктектив скин крем. Вот такой. Честно говоря, я купила его мужу. Потом домазала сама, потому что ему не понравилось. Он... Но он больше, мне кажется, даже для детей подойдет. Он... Ну, вот уже для зрелой, как бы, для возрастной кожи, наверное, не подойдет. Так, девчонкам лет на 13-15. Наверное, да. Хорошее увлажнение, больше ничего. Ну, марка аптечная. Мне понравилось, что он вообще без запаха. Такой базовый, знаете, совершенно. Ни о чем. И закончилась у меня вот такая ночная маска. Это вообще, девочки, это... Ой, это прекрасно. Это Sulvaso. Корейский бренд. Их самый такой, считается, один из самых лучших. Ночная маска. Это вообще, это прелесть. Это прелесть. Вы с ней спите, встаете, вы просто невеста. Вы красавица, вы невеста. Кожа, ну, просто. Как будто вы, ну, куда-то там на процедуру какую-то сходили. В спа. Потрясающий. Потрясающий. Он у нас не продается в открытом доступе. Нужно заказывать через интернет. Посмотрю. Может быть, закажу. Это мне подарила подружка много-много-много разного Sulvaso. Дальше у меня закончились вот таких два средства для макияжа. Это вот такая миниатюра Stila. Их тушь. Huge, которая называется. Мне она нравится. Но когда она подсыхает, она начинает очень сильно сыпаться. Это, конечно, минус. И у меня закончился Tom Ford Terra. Вот. Показываю. Тут что-то есть. Но кисть уже набирает это все дело плохо. Поэтому, да, думаю, выкидывайте. Классный, классный, классное средство. Бронзер Tom Ford Terra. Это хит. Это, мне кажется, все о нем знают. Буду покупать еще, естественно. И, может быть, даже большой. Но большой мне не нравится, потому что он уж очень большой. Его с собой не поносишь. Этот маленький, он более компактный. Дальше я вам покажу свои средства, которые у меня закончились для волос. У меня закончился вот такой уход. Это Ground Alchemist. Взрослый алхимик или подросшие алхимики. Это такие, знаете, это пара, по-моему, два мужчины. И они делают вот эту марку уже достаточно давно. По-моему, это даже австралийская марка. Да, это наши. И они вот именно на таком всем натуральном. Ну, алхимики. Алхимич. Алхимичат. Химичат, короче. У них очень хорошие маски для лица. Ну, хорошие, хорошие такие средства. Чем-то очень они напоминают. Схожи они. И та марка, и эта австралийская. Айсок. Знаете, Айсок? Ну, верно, знаете. Они очень похожи. Это у меня был детокс. Шампунь и детокс-кондиционер. Шампунь содержит чёрный перец. И, по-моему, ещё тут была роза. Потому что я помню, вот он... Да, и роза. Очень классные шампуни. Очень классный кондиционер. Детокс. Действительно, да, детокс. Если вы заметили, я сейчас не крашу волосы. Я их слегка подстригла. Видите, они у меня даже начали опять блестеть. И выглядят, ну, более живо. Я долгое время красила волосы, обесцвечивала их. И вот решила, что пора с этим завязывать. Вот прихожу постепенно к своему натуральному цвету. Здесь у меня вот волосы, они уже выгорают на солнце. Вот так это вот всё. Мой натуральный цвет. Концы ещё пока остаются. Это вот мои крашеные концы. Но со временем я их, наверное, тоже подстригу. И вот этот вот детокс, он, да, он классный. Он вот именно для повреждённых волос, обезвоженных, на солнце перегретых. Потому что как раз лето было, я загорала, и волосы ничем не мазала. Ох, ужас, короче. Также у меня закончился Кристоф Робен. Вот это вот паста. Паста... Тут не видно уже. Она такая, знаете, как с такими частичками, как прям такой, как песок. Это с розой и глиной. Паста для объёма. Это паста-шампунь. Да, паста, которая очищает как кожу головы, так и ваши волосы. Очень крутое средство. Вот прям вот честно, от души вот говорю. Кристоф Робин – это просто один из самых гениальных, мне кажется, стилистов по волосам. И вот его серии «Ухода за волосами» – одни из самых лучших, которые я пробовала. Есть один минус в ней. Она достаточно большая. Мне её хватило, мне и мужу. Мы вдвоём мылись. Месяца на четыре точно. То есть это хороший такой инвестмент. То есть вам его хватит очень надолго. Но чем больше вы им пользуетесь, тем сильнее ваши волосы сушит она. То есть её надо чередовать. Вот одной ей лучше не пользоваться. То есть месяц её использовали, потом перейдите на что-то более такое мягкое. Потом ещё месяц использовать. Но она классная. Она реально даёт объём. И мне нравится, что волосы после неё можно не мыть. Вот дня три точно. Три-два. В зависимости от температуры воздуха. Если жарко, то два. Если не очень, то три. Дальше у меня закончились вот такие шампуни. Living Proof. Доказательства жизни. Шампунь и кондиционер. Значит, это такая марка американская, по-моему. Английская. Короче, такая марка. Она... Тут нет ничего вредного, знаете, для волос. То есть это всё очень натуральное, какая-то новаторская у них концепция. Это шампунь для объёма и бальзам для повреждённых волос. Что хочу сказать про этот шампунь. Мне он безумно сначала понравился. Он пахнет. Он вот реально, вот как будто в нём мыла нету, знаете. Но, тем не менее, он хорошо намыливается, делает хорошую пену. Он очищает как и кожу головы, так и сами волосы. Волосы просто после него такие вот прям намытые. Намытые, вот просто свежайшие, вот блестят. Ну, вот всё было идеально. Я им попользовалась где-то неделю. И потом у меня возникло просто дикое-дикое-дикий зуд кожи головы. И у меня просто стали сходить коркой. Вот корка, знаете, это не перхоть. Это вот была вот просто вот корка. Я причёсываю волосы. И у меня вот прям в волосах вот так вот везде вот такие вот большие вот кожа вот головы, знаете. Вот эти вот шелушения. Ну, вот я не знаю, как после этого рекомендовать этот шампунь кому. Может быть, это моя такая реакция, что пишите, если знаете, вот вы этот шампунь, вот этот бренд. Был у вас что-то такое или нет. Я перестала им пользоваться. И мы мылись просто как гель для души. Хотя обидно, дорогая штука. А вот бальзам очень классный. Бальзам очень классный. Я его, наверное, куплю ещё, потому что он реально дружит со всеми моими шампунями, которыми я пользуюсь. Ну, такой универсальный. И реально волосы после него. Вот я сегодня его нанесла в последний раз. Видите? Блестят. У меня волосы не самые густые, конечно, но... Что ж, теперь. И вот такой шампунь у меня закончился. Ещё новый я купила. Это Кларан. Я его уже вам показывала. Я от него балдею. Я балдею от него с витамином В. Он... Ну, он классный. Он классный. Он и объём даёт. Он и хорошо очищает. От него волосы долго не грязнятся. После него... Хороший. Очень, очень и очень хороший. Я рекомендую. Если у вас есть Кларанс, попробуйте вот этот шампунь. Не пожалеете. У меня закончилось вот это вот масло. Давно оно у меня уже было. Харн. Это из Таиланда. Мне привезла моя Яночка. Опять Яна. Привет. Масло с розой. Ну, это было просто... Это был люкс. Это был такой кайф этим пользоваться. Вы распыляете, наносите. И вы просто богиня. Пахнете розой. Очень классное средство. Очень, очень. Закончилось. Я знаю, что его можно купить, к сожалению, только в Таиланде. Не знаю. Напишите, если еще где-то можно купить его. Дальше у меня тут закончился мыло. Мыло для рук с лавандой от Lexitan. Нормальное мыло, как мыло. Вполне себе ничего. Ну, я люблю вообще марку Lexitan. Люблю их мыло. Хорошие, хорошие средства. Ну, каждый день покупать... Ну, каждый раз покупать не буду. Так, знаете, когда гости. Там красиво оно такое стоит. Но сейчас много-много очень бюджетных, хороших средств. Жидкого мыла. Поэтому не заморачивайтесь. Аура Мюглер. Это гель для душа. Мне его подарили с косметичкой. Тоже вместе, когда я аромат покупала. Знаете, я им не мылась. Им мылся мой сын. Он просто сразу его взял. Ему очень нравится аромат. Он унес к себе туда в ванну. Все. И вот он мылся. И выходил просто как... Как просто аура. Очень вкусно пахло. Потом в ванной. Он когда открывал дверь в ванной, просто такой шел аромат. Вот этой ауры. Потрясающе. Потрясающе. Ему понравилось. Вот такая история. Все. На этом все. Все мои пустые баночки. Я надеюсь, вам было интересно. Надеюсь, не скучно. И пишите, пишите, что у вас закончилось. Пишите, что вы думаете об этих средствах, ниже перечисленных. Что вы пробовали, что хотели бы попробовать. И я всегда рада вам ответить. Все. Всем пока. С вами была Аленка Блок. Чао-чао. Пока.